Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня наша тема – сюжетные элементы. Как мы знаем, в основе сюжета лежит конфликт. Когда мы читаем эпическое или драматическое произведение, мы наблюдаем, где-то этот сюжетный конфликт начинается, то есть наступает исходный момент конфликта. Исходный момент конфликта определяет и дальнейший ход событий. Сюжет развивается и дальше, конфликт становится более и более острым, а потом наступает момент, где конфликт приобретает самую напряженную форму. Сюжет развивается и дальше, но, наконец, наступает конец сюжетного действия. Таким образом, сюжет состоит из четырех частей, из четырех компонентов, из четырех сюжетных элементов. Завязка – это начало сюжетного действия, развитие действия. Кульминация – это самый напряженный момент. И развязка – это конец сюжетного действия. Таким образом, эпосы или драмы основные или главные сюжетные элементы – это завязка, развитие действия, кульминация и развязка. Основные моменты нашей лекции таковы. Роль экспозиции в сюжетном произведении. Завязка – как начало сюжетного действия. Кульминация – как самый напряженный момент сюжетного действия. Развязка – как конец сюжетного действия. И, наконец, нарушение кронологического порядка сюжетных элементов романа Достоевского «Преступление и наказание». Роль экспозиции в сюжете произведения. Если перед нами есть сюжет или система событий, то она, наверное, где-то начинается. Но перед тем, как действие начинается, автор иногда знакомит нас с обстановкой, где происходит действие. Знакомит нас с персонажами, которые участвуют в событиях, дает некоторые сообщения о них, об их взаимоотношениях. Таким образом, экспозиция – это то, что совершилось еще до начала сюжетного действия. То есть, это предыстория действия, которая лежит в основе произведения. Экспозиция в «Пиковые дамы» Пушкина. Например, в повести Пушкина «Пиковая дама» основное сюжетное действие начинается тогда, когда Герман из рассказа Томского узнал о существовании трех волшебных карт. Однако, до этого в повести говорится о прошлой жизни графини. Как она проиграла большую сумму денег в карточных играх, когда она жила в Париже. И как она ходила туда-сюда и в конце концов оплатила эту сумму. Эта часть, хотя не относится к главной сюжетной линии, но она психологически подготавливает читателя к последующему действию. И называется экспозиция. Экспозиция, если и есть в произведении, всегда мотивирует действие, которое составляет сюжетную основу. Экспозиция в романе «Горького мать». В романе «Горького мать» в первой главе описывается тяжелая жизнь рабочих людей. Описываются условия, в которых сформировался их характер. Знакомство с жизнью рабочего класса помогает нам лучше понять причины возникновения основного конфликта романа. Вот почему первую главу этого романа называют «Экспозиция». Экспозиция в романе Достоевского «Преступление и наказание». Обычно экспозиция дается в начале произведения, используется как фон последующего действия, фон для возникновения конфликта. Например, пьеса «Гроза» Островского. Но экспозиция может и переноситься в середину, даже в конец. Например, роман Достоевского «Преступление и наказание», чтобы создать атмосферу таинственности, загадочности. Писатель как будто нарочно скрывает какую-то важную информацию от читателя. Это усиливает напряженность ситуации или загадочность определенного образа. Именно по этой причине в романах Достоевского экспозиция переносится в середину или в конец. Произведение без экспозиции. Однако есть произведение, где основное сюжетное действие начинается сразу, без всякой предыстории персонажей или сюжетного действия. То есть экспозиция как композиционный элемент вообще отсутствует. Например, в рассказах молодого Чехова «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Хамелеон» и т.д. экспозиция вообще отсутствует. В этих рассказах сюжетное действие начинается сразу. В пьесе Гоголя «Ревизор» первое предложение служит завязкой. Когда Городничий сообщает своим коллегам «Я пригласил вас, господа, всем, чтобы сообщить вам неприятное известие. К нам едет ревизор». С этим сообщением Городничьего начинается сюжетное действие и оно двигается вперед. Завязка как сюжетный элемент. После экспозиции обычно начинается сюжетное действие. Возникает конфликтная ситуация, благодаря которой сюжет двигается вперед. Сюжетный элемент, который обозначает этот исходный пункт сюжета, называется завязкой. В рассказе Чехова «Смерть чиновника» конфликтная ситуация начинается, когда червяков чекнул. Этот акт служит завязкой, так как все начинается этим. Рол завязки в «Пиковой даме Пушкина». В повести Пушкина «Пиковая дама. Завязка» Герман узнал, что старая графиня знает тайну трех карт, играет решающую роль в движении сюжетного действия периода. Информация о существовании тайны трех карт изменила образ мышления Германа полностью. Он стал другим человеком, стал жадным, хотел сразу стать богатым. Герман решил узнать эту тайну любой ценой. Таким образом, последующие все поступки героя, все последующие события, которые лежат в основе сюжета этой повести, дичерминированы завязкой. Именно завязка, а не экспозиция, определяет сюжетное действие. Экспозиция лишь создает фон для него. Развитие действия как элемент сюжета. Если завязка обозначает начало сюжетного конфликта, тогда этот конфликт углубляется в процессе развития действия. Развитие действия также расширяет и углубляет тематическую основу произведения, поясняет характер действующих лиц, отражает их эволюцию. Развитие действия в рассказе Чехова «Смерть чиновника». После того, как Червяков чекнул, он обнаружил, что перед ним сидит генерал. Думая, что он обрезгал его, Червяков очень испугался и начал ходить к генералу извиняться. Он несколько раз ходил к генералу. Каждая встреча Червякова с генералом углубляет сюжетный конфликт и раскрывает рабскую психологию героя. Таким образом, развитие действия включает в себя те изменения, которые происходят в жизни героя из-за начавшегося конфликта. Кульминация как сюжетный элемент. Когда развитие действия достигает высшего пункта напряжения, наступает кульминация. В кульминации сюжетный конфликт приобретает самую острую форму, достигает самой высокой точки, после чего следует перелом. Кульминация в повести «Пиковая дама». В повести Пушкина «Пиковая дама» третья карточная игра Германа с Чеколинским является кульминационным моментом сюжетного действия. Герман теперь знает тайну трех карт. Он уже выиграл два раза. Выиграла его тройка, выиграла и семерка. Теперь наступил самый напряженный момент. Все игроки окружали их. Читатели тоже с большим интересом ждут результата этой игры. Выиграет ли Герман в этот раз? Поможет ли ему тайна трех карт, которую раскрыла Герману мертвая графиня? И не только читатели, не только игроки, но и страшно волновался его антагонист, потому что ставка была слишком большая. В этот самый решающий момент место туда Герман положил «Пиковую даму» и все проиграл. Судьба Германа уже была решена. Развязка как конец сюжетного действия. После кульминации наступает развязка. Если в кульминации сюжетный конфликт приобретает самую напряженную форму, тогда он разрешается в развязке. Автор показывает, что произошло с персонажами, результаты развития всего действия. Особое значение развязки. Среди сюжетных элементов особое значение для читателей имеет развязка, потому что она определяет наше отношение к персонажам, определяет нашу оценку изображаемой художником действительности. Развязка повести «Пиковая дама» Герман сошел с ума и лежал в больнице. Определяет наше отношение к герою. Перед нами наглядно раскрываются ужасные последствия страсти к деньгам. Страсть, которая убивает в человеке все хорошие чувства и в конце концов лишает его разума. Развязка романа Анна Каренина «Самоубийство Анны» усиливает наше негативное отношение к светскому обществу и вызывает наше сочувствие к Анне, которая своей нравственной красотой стояла выше окружающей среды. Финал романа также разоблачает ограниченность Вронского, как сюжетный элемент развязка или финал имеет особое значение, потому что именно в развязке идея произведения приобретает законченную форму. Пролог в сюжетном произведении. Прологом от греческого слова «prologos», которое обозначает вступление или предисловие, обычно начинается произведение. Это вступление к главному сюжетному развитию, хотя непосредственно не связано с ним. Это как будто первопричины изображаемых событий в сюжете и помогают пояснению их смысла. В античной литературе, особенно в драме, пролог был использован широко. В наше время к нему обращаются довольно редко. Сказка Островского «Снегурочка». Ролл эпилога в сюжетном произведении. Эпилог от греческого слова «epilogos», которое обозначает заключение или послесловие, это заключительная часть произведения, которая нужна писателю только тогда, когда он думает, что развязка не полностью раскрыла идею произведения или судьбу героев. Эпилоги романа Достоевского «Преступление и наказание» Показывается, как изменился характер Раскольникова, как под влиянием Сони он начинает жить по законам сердца, по законам совести. Эпилог повести Пушкина «Пиковая дама». Повесть «Пиковая дама» продолжается и после завершения сюжетного действия. Что случилось с Германом после того, как он проиграл в карточной игре, говорится в самом конце. Хотя Пушкин называет эту часть заключением, в действительности оно является эпилогом. Пушкин сообщает нам, что Герман сошел с ума и он лежит в больнице. Автор также успокаивает читателей, сообщая, что Лизавета Ивановна вышла замуж за хорошего человека, и у нее теперь воспитывается бедная родственница. Эпилог Романа Тургенева «Рудин» Эпилог Романа Тургенева «Рудин» говорится о смерти Рудина на французском баррикаде во время французской революции 1848 года. Этот эпилог имеет большое значение, потому что благодаря этому эпилогу Рудин по-новому предстает перед нашими глазами, как человек, который смог бы стать настоящим героем, если обстоятельства были бы не таким. Авторитет Рудина таким образом значительно улучшается. Нарушение хронологического порядка сюжетных элементов Тут надо иметь в виду, что основные сюжетные элементы экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация и развязка не всегда находятся в хронологическом порядке. В художественном произведении они могут присутствовать в самом разнообразном варианте. Предведение может начаться кульминацией или даже развязкой. Не обязательно, что экспозиция дается всегда в начале. Как сюжетный элемент она может появляться и потом, в середине произведения, даже в конце. Когда экспозиция присутствует в середине произведения, мы называем ее дожиженной экспозицией. А если она дается в самом конце произведения, ее называют «Обратной экспозиции». Роман Достоевского «Преступление и наказание», кульминационный момент, то есть убийство старухи Протеншицы и ее сестры Лизаветы наступает в самой первой главе романа. О реальных причинах этого убийства говорится значительно позже, почти в середине произведения. Таким образом, хронологический порядок расположения сюжетных элементов часто нарушается во художественном произведении. Отсутствие того или иного сюжетного элемента в художественном чексте. Однако, не следует искать все сюжетные элементы в одном и том же произведении. Встречаются произведения, где нет экспозиции, нет пролога или эпилога. Бывает и произведения, где конфликтная ситуация остается неразрешаемой до конца произведения. В таком случае определить развязку довольно трудно. Дома собачки Чехова Иными словами, в художественном произведении может быть пропущен тот или иной сюжетный элемент. Рол отдельного сюжетного элемента в раскрытии идеи произведения. Однако, механическое наименование того или иного сюжетного элемента не способствует раскрытию смысла произведения. Надо задуматься над такими вопросами как, почему тот или иной эпизод был выбран писателем в качестве завязки, кульминации или развязки. Другими словами, какую роль играет определенный сюжетный элемент в раскрытии идейного содержания произведения. Сюжетный анализ и расположение сюжетных элементов писателем только тогда приобретает настоящее значение. Итак, в основе сюжета лежит конфликт. Начало сюжетного конфликта еще называют завязкой. Рассказы Чехова, смерть чиновника, завязка наступает тогда, когда герой рассказа Червяков щекнул в театре. Этим все начинается. Этот исходный пункт сюжетного конфликта определяет и дальнейший ход событий. Описывается развитие действия. Червяков несколько раз ходил к генералу извиняться. Потом наступает самый напряженный момент сюжетного конфликта. В рассказе наступает это тогда, когда генерал окончательно выгнал его. После этого развитие действия продолжается. Но скоро наступает конец сюжетного действия, то есть развязка. Когда герой, то есть Червяков, вернулся домой и лег на диван и умер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...